Сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая посвящена тем осложнениям, которые принесла нам вирусная пандемия, а также о возможностях препарата ЛАИНЕК в программах реабилитации многопрофильных клиник при санаторно-курортном лечении. То есть что мы можем предложить сегодня нашим пациентам для того, чтобы подготовиться, как уже точно заявлено, что вторая волна будет и что необходимо предпринимать активные мероприятия, чтобы от нее защищаться. Вот что мы можем сделать именно с препаратом ЛАИНЕК для того, чтобы как можно более эффективно и продуктивно подготовиться к этому пришествию этой второй волны. 21 век, как мы уже с вами неоднократно обсуждали, уже переживал нашествие коронавируса. Это было в 2003 году, в котором был SARS-CoV-2, который пришел к нам с тяжелым острым респираторным синдромом. И в общем-то тоже были и погибшие, и тяжелые осложнения, которые он нам оставил. Вторая волна была в 2012 году, это назывался Ближневосточный или Гонконговский респираторный синдром. И кстати, вот как раз по поводу вот этого пришествия, корпорация GBP совместно с китайскими коллегами провела очень интересное исследование по молоновому диальдегиду, по цитокиновому шторму. Сегодня тоже обсудим этот вопрос. И вот третья волна, 2019 год. На сегодняшний день коронавирус новый, новый штамм. И в общем-то его агрессия и его тяжесть обуславливается тем, что даже бессимптомное течение дает достаточно такой целый спектр осложнений, с которыми остается человек на всю оставшуюся жизнь. В общем-то проблема коронавирусного возбудителя связана с тем, что он имеет простое строение, это РНК, содержащий вирус, и всего лишь одна цепочка. В связи с этим очень много вариантов и очень много возможностей для мутации и изменения определенного генома этого вируса. Поэтому, в общем-то, здесь мнения ученых разделяются, некоторые фиксируют и говорят о том, что вирулентность вируса угасает со временем, другие говорят, что она наоборот возрастает. Есть сторонники того, что штамм настолько меняется, что он приобретает совершенно новые какие-то свойства, и к этим свойствам, к его повреждениям тоже нужно будет адаптировать свою терапию. Но ясно одно, мы сегодня с вами имеем четкий набор симптоматических и показателей изменений и лабораторных, и рентгенологических. Ясно одно, что попадая в организм вирус, нещадно направлена его агрессия в отношении всех органов и систем. Нет ни одной такой системы, ни одного органа, который бы не оказался под ударом от COVID-19. И что еще очень важно, конечно, то, что сделали вакцину, сделали лекарство, да, вот закончился вчера первый этап изучения действия вакцины от COVID-19 на организм человека. Результаты, безусловно, очень оптимистичные и результаты очень хорошие, безусловно, да. И та защита, которая формируется под действием этой вакцины в организме человека, безусловно, это очень эффективно. Но я всегда обращаю ваше внимание на тот факт, что вот эта видоизменчивость вируса не позволяет нам расслабиться и не позволяет нам уповать только на вакцинацию или только на какое-то лекарство прямого антивирусного действия в отношении конкретного вируса. Почему мы не можем расслабиться, да, и, получив эти результаты, как бы отрапортовать, что все, мы болезнь победили. Да, по той простой причине, что мутация вируса может привести к определенным изменениям его свойств, повреждающих его тропности. И вот сейчас, если есть фокус больше на повреждение легочной ткани, то неизвестно, что будет на второй, на третьей волне, да. Будет ли это легочная ткань, будет ли это печень, будет ли это мозг, а может быть сердечно-сосудистая система. То есть в связи с этим у нас с вами возникает все время такая мина замедленного действия. Мы все время должны быть наготове по отношению к новой атаке, к новым повреждениям со стороны данного вируса. Именно вот этот факт не позволяет нам на сегодняшний день говорить о том, что мы справились с COVID-19 и нам уже ничего не угрожает. Почему мы все-таки акцентируем внимание на печени? Ну, безусловно, в первую очередь, потому что те препараты, тот препарат, о котором мы говорим, он гепатопротектор и иммуномодулятор. И это его показания, это его поле деятельности. Но почему такое внимание на сегодняшний день привлекает ЛАИНЕК? И почему на сегодняшний день уже все многие-многие государственные учреждения и коммерческие учреждения рассматривают ЛАИНЕК и вводят реабилитационные программы в свои прайсы именно с участием ЛАИНЕКа? По той простой причине, что печень – это главная биохимическая лаборатория всего организма. Любой биохимический процесс, который у нас протекает, абсолютно любой, он в той или иной степени протекает с участием печени. И от того, как печень выполнит свой этап функции, пусть это будет промежуточная функция или будет это основное звено той или иной химической реакции, зависит, в общем-то, то, что мы получим на выходе. В связи с этим, если мы говорим о повреждении вирусом гепатоцитов и клеток печени, не только гепатоцитов, есть и другие клетки, которые составляют ткань печени, то мы с вами должны понимать, что на первичном этапе, возможно, это такое транзиторное и обратимое повреждение. И для организма это будет больше, ну скажем, такое симптоматическое тяжелое протекание, повреждение этих клеток, которое будет связано с нарушенными дезинтоксикационными свойствами, с нарушенными какими-то свойствами, которые касаются именно биохимических реакций. Но если посмотреть отдаленно, то ведь печень – это и антитела, печень – это и глобулины, которые она синтезирует, печень – это и часть кровотворной функции. И, ну, на мой взгляд, очень важный факт тот, что печень – это синтез белков, жиров, углеводов, да, которые необходимы для восстановления, построения всех органов и систем. Если, естественно, где-то печень выпадает из этого, из этой цепочки, то, естественно, все эти процессы становятся уже плохо обратимы или мало обратимы, и, естественно, это определенные проблемы. Возвращаясь к патогенезу повреждения печени при COVID-19, и вы знаете, что здесь есть несколько моментов, которые связаны с течением данного заболевания. Первый момент – это непосредственно тропность вируса к печеночной ткани. Так же, как есть повреждения и альвеол, и это основная мишень вируса COVID-19, но избирательности или четкой тропности или одномоментной тропности у COVID-19 нет. И наряду с альвеолярной тканью повреждается и печеночная ткань. И в данном случае мы можем говорить здесь про прямое вирусное поражение клеток печени. Это первый момент. Второй момент, который мы должны с вами обозначить на входе – это поражение печени при проведении терапии, которая противовирусной направленности, которая такая ударная артиллерия, которая бьет по вирусу, и, естественно, повреждая его, а он находится в том числе и в печени, и в других органах и тканях, есть определенное повреждение печеночной ткани, но теперь уже за счет того агрессивного лечения, которое у нас происходит под действием тех или иных лекарственных средств. Ну и, наверное, самое интересное и самое широкое такое понимание повреждения печени на сегодняшний день связано с понятием цитокинового шторма, цитокиновой атаки. Это интересный механизм повреждения, потому что получается, что собственные клетки, макрофаги, собственные маркеры, которые должны быть направлены на защиту нашего организма, они становятся агрессивными, не сами по себе, естественно, а от того количества, которое производится клетками, и эти маркеры начинают повреждать непосредственно саму ткань печени. А учитывая то, что печень как иммунный орган, клетки Купфера, не забываем, естественно, этих макрофагов здесь много, и, естественно, здесь получается, что, может быть, даже прямое антивирусное повреждение, в данном случае оно меньше, чем повреждение от цитокиновой атаки. Ну а дальше, так как цитокиновый шторм, он не избирателен, естественно, дальше каскадом повреждаются, в общем-то, все органы и ткани, и дальше включается такой порочный круг, в результате которого возникают симптомы и синдромы полиорганной недостаточности. Если говорить о том, что, а как же при бессимптомном течении происходит механизм повреждения, то тут нужно сослаться на те данные, которые получены в результате многочисленных исследований, которые активно проводились в период пандемии, и мы видим по результатам этих исследований и наблюдений, что даже при бессимптомном течении происходит поражение печени, да, в первую очередь, и это повреждение печени, оно переходит в стадию, очень быстро переходит в стадию фиброза, когда появляются такие предпосылки стеатоза, фиброза, цирроза печени, а мы с вами знаем, что печень болеет молча, да, она не сигнализирует на начальных этапах о том, что что-то происходит и что-то не в порядке, и тот момент, когда мы уже можем симптоматически, клинически как-то, да, по жалобам узнать о том, что что-то не в порядке, в общем-то, это уже глубочайшие повреждения, которые необходимо решать какую-то глобальную уже комплексной терапию. Что еще по бессимптомному течению хотелось отметить, что при протекании вирусной нагрузки у нас обостряются те хронические заболевания, которые находились или в стадии ремиссии, или в стадии подострого течения, то есть то, что было, в общем-то, на каком-то этапе компенсировано, ну вот когда вирус попал в организм, да, и защитные силы организма были брошены на решение проблемы, как раз связанные с вирусом, то оголился фланг, который отвечал за поддержание хронического процесса в стадии ремиссии. И, естественно, здесь на первый план выходит обострение той хронической патологии, которая до этого момента могла себя или не проявлять, или проявлять совершенно неактивно. То есть таким образом мы получаем, что даже при бессимптомном течении у нас априори есть поражение печеночной ткани, да, и так как даже слабое легкое течение связано и с повышением цирреактивного белка, и с изменением ферментативной активности печеночных клеток, то следующий этап – это обострение уже хронической той патологии, которая есть у конкретного пациента. Ну, немаловажным фактом является гиперферритинемия, и вообще нарушение свертывающей крови, нарушение железа, обменной функции, которая возникает в организме на ответ попадания COVID-19. Безусловно, это те звенья, патогенетические звенья, которые тем или иным образом приводят к поле органной недостаточности. Ну, что касается тромбообразования, тоже наверняка вы уже все это слышали и читали, что нарушаются реологические свойства, нарушается гемодинамика, особенно это касается сосудов микроциркуляторного русла, и как следствие такие микротромбы, которые возникают во многих органах и системах, в том числе и легких, в том числе и мозга, и, соответственно, приводят к возникновению ряда осложнений. Не могу обойти тему малонового дельтегида, который возникает в ответ на определенные повреждения, которые касаются печеночной клетки, печеночной ткани. И здесь необходимо отметить, что вот этот цитокиновый шторм, который повреждает клетки печени, он как раз при слабо-вялом текущем таком течении, он как раз и дает изменения в концентрации этого малонового дельтегида и в снижении как раз антиоксидантной защиты организма в целом. То есть это два фактора, которые, если говорить про биохимию, будут выступать и будут выдвигаться на первый план. Но антиоксидантная защита, как вы понимаете, это защита и от онкологии, это защита и от воспалительных процессов, это в принципе защита от любого процесса, связанного с перекисным окислением липидов. Поэтому в данном случае мы понимаем, что здесь тоже нет локализации, которая бы казалась только печени. Здесь у нас, если мы говорим про снижение антиоксидантной защиты, мы тоже говорим о глобальном нарушении, которое касается всех органов и тканей. А вот если говорить про малоновый дельтегид, который в этой ситуации значительно повышается, то в данном случае это как раз и есть маркер фиброза. И вот малоновый дельтегид, повышаясь и провоцируя образование фиброза, он тоже не избирателен, потому что он касается и фиброза легких, и фиброза гладкомышечной структуры, и фиброза тканей печени, и так далее, фиброза других паренхематозных органов, которые у нас есть. И вот опять-таки, смотрите, нет избирательности и нет четкой локализации, что это происходит только в печени, или это происходит только, например, в поджелудочной железе, или еще где-то. То есть опять-таки, там, где есть совокупность провоцирующих факторов, и есть такая подоплека уже, подготовка, которую провели вирусы, которые попали в организм, там, естественно, явления фиброза будут выходить на первый план и будут развиваться гораздо интенсивнее. Кроме того, не забываем с вами, что у нас при нарушении функции гепатоцита, у нас страдают реологические свойства крови. Да, это опять-таки весь организм, потому что обратите внимание, что практически все факторы, которые участвуют в регуляции реологических свойств, крови, они тем или иным образом зациклены на гепатоците. А если гепатоцит поврежден, будь то вирусом, или будь то уже процессами фиброза, или, например, опять-таки, когда мы говорим про антиоксидантную защиту, мы с вами понимаем, что свободные радикалы напрямую способны разрушать клеточную структуру, клеточную оболочку. То о чем мы с вами должны понимать? Что и свертывающая система крови, она будет находиться на определенном таком повреждающем этапе, нездоровом этапе. Ну и еще один момент, на который хотелось обратить ваше внимание, это тот факт, что активность ферментов, которые у нас протекают в клетках крови, в данном случае в эритроците, это полная корреляция с ферментами, которые осуществляют биохимические реакции в гепатоците. То есть вот так, как работает ферментативный гепатоцит, точно так же будет работать активность, ферментативная активность будет протекать в эритроците. Таким образом, если мы говорим о том, что мы работаем с гепатоцитом, нормализуем его ферментативную активность, нормализуем его клеточный цикл, приводим в порядок функциональную работу гепатоцита, опосредованно мы работаем на здоровье и оздоровление эритроцитов. Это очень важный факт, потому что мы понимаем, что от того, как сработает эритроцит, будет зависеть и кинетика железа, и кинетика кислорода, то есть будут зависеть как раз все динамические процессы, которые на эритроците завязаны. Поэтому, когда мы не можем, например, поработать напрямую с эритроцитом, у нас остается его посредник, это и есть тот гепатоцит, который мы можем проконтролировать и с которым мы можем хорошо поработать. Ну, кроме того, COVID-19 показал свою агрессию в отношении всей иммунной системы, и, в общем-то, на сегодняшний день это подтвержденный факт, что при нормальном иммунитете, при нормальной стабилизации иммунного ответа, в общем-то, заболевание протекает в более легкой форме, нежели в тех ситуациях, когда у нас эта иммунная защита нарушена. Не забываем, что печень – это иммунокомпетентный орган, и, может быть, конечно, не так, как мы там говорим, когда говорим про лимфоузлы, когда говорит про тимус, и вспоминаем печень в разряде иммунокомпетентных органов, но, однако же, печень состоит не только из гепатоцитов, но и из клеток, которые формируют строму, и именно стромальные клетки печени они и относятся к иммунной системе. И это вот те пресловутые макрофаги клетки Купфера, плюс еще импотелиальные, естественно, другие клетки, которые являются определенным таким, если можно так сказать, источником головной боли при цитокиновой атаке. Но в данном случае у нас эта головная боль отсутствует, потому что у препарата Лаенек есть подтвержденные данные как раз в отношении нейтрализации цитокинового шторма, который возникает непосредственно с макрофагами печени. И, кстати, это исследование, я не случайно начала с ретроспективы, когда мы уже встречались с коронавирусом, так вот исследование по цитокиновому шторму и возможностей в этом шторме Лаенек было проведено еще в 2012 году, помним, это как раз вторая волна, когда вторая эпидемия была связана с коронавирусом, гонконговский тот грипп, о котором я говорила. Так вот, в это время были проведены такие фундаментальные исследования, которые касались, как печень в условиях цитокинового шторма может восстанавливаться благодаря введению препарата Лаенек. Это исследование было инициировано корпорацией GPP, Japan Bioproduct, производителем препарата Лаенек, и китайцами, китайскими учеными, которые вот как раз и показали. Они сделали модель на конканавалинии, вещество, которое вызывает изолированный цитокиновый шторм в печени и вот как раз при введении препарата Лаенек показали его способность этот цитокиновый шторм брать под контроль и не давать вот этому цитокиновому шторму распространяться в отношении других органов и систем. Потому что мы помним с вами, вот эта полиорганная недостаточность, именно она приводит к тому, что и она усугубляет именно тяжесть течения вирусной патологии. Ну, кроме того, безусловно, если мы говорим о том, что Лаенек обладает иммунокомпетентной работой, то мы с вами понимаем, что это и работа с антигенами, в которую печень вовлекается для того, чтобы защитить организм, это и определенная работа с составом, клеточным составом крови в отношении, допустим, тех же моноцитов, которые обладают защитным действием именно с точки зрения иммунитета. Ну и кроме того, очень многие процессы, которые связаны с иммунокомпетентной реакцией, она запускается через каскад воспалительных реакций, а Лаенек достоверно и очень эффективно работает в отношении воспалительных маркеров. Это интерлекин-6, это, опять-таки, тот же цереактивный белок, то есть там, где Лаенек показывает свою абсолютную готовность, абсолютную эффективность. И, в общем-то, с этой точки зрения мы и рассматриваем Лаенек как такой препарат с широким спектром действия. Еще одно из таких направлений, в котором ковид показал свою агрессию, это неврологические осложнения. Но здесь могу прокомментировать, если мы говорим, опять-таки, в рамках гепатопротектора иммуномодулятора Лаенек, вы прекрасно понимаете, что это препарат с широким спектром действия, он многокомпонентен, и уникальность его именно с точки зрения нейротрофических процессов заключается в том, что препарат доказано восстанавливает милиновую оболочку. И мы понимаем с вами, что при разрушении ткани головного мозга и при разрушении нервных волокон во всем организме очень важно, что у нас есть возможность рассчитывать на, ну, скажем так, или сдерживание процесса разрушения, или на хотя бы какое-то легкое восстановление нервной ткани. Мы знаем, что это очень длительный процесс, что он очень трудоемкий процесс, но однако же у Лаенека такая способность есть. Ну, и прямое противовирусное действие показали корейские, извините, ученые, это на тестируемых животных в самый пик протекания COVID-19, пик пандемии, они как раз непосредственно вводили Лаенек внутривенно животным, которые были инфицированы COVID-19 и наблюдали эффективность работы препарата непосредственно и на легочной системе, и в организме в целом. И вот получили данные, что после четвертого дня уменьшалась лихорадка, то есть интоксикационные все свойства снижались, а уже с шестого даже уменьшался титр, уменьшалось количество вируса COVID-19 в тех средах, которые они брали на исследование. Кроме этого, дополнительными действиями были эффекты, зафиксированные в отношении противовирусного эффекта, ну и повышение иммунокомпетентной защиты, которая касалась уже непосредственно самого организма. То есть создавались условия, когда иммунитет мог справляться. Что мы сделали за этот период, за период как раз пандемии? Понимаю, что она еще не закончилась, но понятно, что все искали возможности применения препаратов, в том числе оффлэйбл, и вы знаете, что именно в этот период были максимально направлены все ресурсы и поиск был направлен на поиск тех препаратов, которые могут даже при назначении оффлэйбл облегчить состояние тех пациентов, которые были в тяжелой форме протекания болезни. И вот на базе геронтологического научного центра была организована научная группа, которая как раз и провела такой ряд наблюдений. Ну, исследование назвать это тяжело, потому что все-таки группа ограниченная, это было 14 человек, но это были люди, которые имели средне-тяжелую-тяжелую форму течения, большая часть из них находилась на аппаратах ИВЛ, да, и не могли самостоятельно дышать. Были такие люди там, которые имели очень максимальное проявление вирусного повреждения, в том числе и со стороны ферритинового уровня, было два человека, у которых ферритин зашкаливал более тысячи, один из них имел показатель ферритина 1750. И при этом, вот хотелось бы обратить внимание, очень много было в прессе из источников различных медицинских и немедицинского характера была такая зацикленность на ферритине. Но дело в том, что, как и молчаливая болезнь печени, да, такое немое повреждение печени, гиперферритинемия при вирусной интервенции, она тоже не является, не всегда коррелируется с тяжестью клиники. И вот, допустим, у пациента, которым я говорю, 38 лет, молодой мужчина, у которого был ферритин 1750, при этом клинически у него была средне-тяжелая форма протекания болезни. То есть при таких огромных цифрах, да, какой-то обусловленной этой гиперферритинемии клиники не наблюдалось, да, то есть не было взаимосвязи. Но при этом, при введении препарата ЛАИНЭК, как раз вот в данном случае у него, очень быстро ферритин понизился. Хотя мы знаем и из опыта, и из работ японских коллег о том, что нормализовывать ферритин приходится долго, потому что это очень длительный путь, и на этом пути встречается очень много моментов, которые нужно привести в порядок и решить. И при этом, естественно, это не бывает на кончике иглы, да, вели и получили. Что хорошего увидели в этом исследовании группа исследователей, которые проводили это наблюдение, увидели как раз снижение уровня ферритина, но не нормализация показателей. То есть этот уровень снижался, ну а нормализовывался он в течение еще какого-то периода, какого-то времени, а у некоторых и до сегодняшнего дня еще к норме не пришли, потому что ферритиновая история – это история достаточно длительной такой коррекции. однозначно получали быструю оксигенацию крови, это буквально вторая инъекция. И вот я уже сказала, что люди находились на ИВЛ, так вот вторая, в некоторых ситуациях третья инъекция позволяла переводить с ИВЛ, и возникало уже самостоятельное дыхание, полноценное дыхание, то есть в этой ситуации, как бы это тоже очень хороший такой прогностический момент. Кроме того, по КТ легким уменьшалась площадь повреждения. Мы сейчас не говорим о том, что полностью уходил фиброз, полностью восстанавливалась легочная функция, и начинало функционировать все как до болезни, но была четко сформирована позитивная динамика. Еще раз говорю, в фиброзе малоновый диальдегид – это запускающий такой маховик. И тот факт, что лаенек реально быстро уменьшает его концентрацию и в крови, и производство его в клетках печени, как раз и является тем моментом, на который работает лаенек. Ну и кроме того, естественно, все остальные показатели. Цириоактивный белок прекрасно снижался, нормализовывалась дисфункция печени, это было видно и по ферментативной активности, это и нормализация клеточного состава, тогда, когда и лимфоциты, и эритроциты показывали свою функциональную активность и концентрацию, и дальше могли выполнять защитные все нагрузки и функции. Напоминаю, что препарат лаенек зарегистрирован в Российской Федерации как гепатопротектор и иммуномодулятор. Его производство и идея создания принадлежит российскому ученому Владимиру Петровичу Филатову, а японцам удалось произвести препарат по фармстандартам с высокой стандартизацией химического состава, и при этом химический состав – это не синтезированный состав, это состав натуральный, здесь нет синтезированных компонентов, которые бы добавлялись в препарат, это все то, что получили из плаценты. Напоминаю, что не содержится клеточный материал, не содержится генетический материал, и в принципе никаких клеток не содержит. Производитель гарантирует, что препарат не содержит гормонов. К вопросу о гормональной нагрузке могу сказать, что есть плацентарные препараты с содержанием гормонов, их иногда делают специально для гормонозаместительной терапии. В данном случае здесь стоит рассматривать ЛНН как полипептидный компонент, полипептидное средство с широким спектром действия. Почему? Потому что те частички и аминокислоты, и пептиды, и низкомолекулярные белки, которые в препарате присутствуют, они как раз, ну мало того, что они лишены антигенной какой-то активности, почему не возникает аллергической реакции, в том числе замедленного типа, отсроченного типа, реакции накопления, потому что все-таки по антигенной структуре препарат чист. И как раз на протяжении длительного периода мы и можем применять этот препарат, не опасаясь реакции сенсибилизации. Но здесь есть еще один такой момент. Сам производитель, он закладывает при производстве определенные те требования и определенные критерии, что он хочет получить на выходе. И вот в данном случае производители как раз относились к препарату, относились к препарату не как к гормон заместительной, а как к регуляторному пептидному средству, который позволит при взаимодействии с резервными возможностями организма перестраивать этот организм, нормализовывать, оздоравливать и работать уже в более физиологической норме. Поэтому и гормоны оттуда отмываются. Минимальное противопоказание в отношении Лаенека. В Японии этот препарат входит в государственную программу медицинского страхования, и пациент при выборе лечения препаратом Лаенек получает компенсацию на курс лечения от страховой компании. Ну и не вызывает онкологии, это тоже уже доказанный факт. Причем доказанный факт не только японцами, где препарат применяется как онкопротектор. Доказанный факт и в том числе американцами в 2012 году они провели свое исследование как раз на канцерогенность гидролизата плаценты человека. И получили результаты, что никакой канцерогенности при введении препарата не происходит. Ну вот в общем-то данные тех исследований, кому это интересно, все это можно найти в открытом доступе, можно это найти в том числе и на Пабминде, публикации этих статей, для того, чтобы с ними познакомиться, и для того, чтобы убедиться, что в данном случае никакой онкологии не возникает. Я знаю, что многие опасаются названия фактора роста, но дело в том, что ростовым этот фактор является тогда, когда идет формирование органов и систем. То есть это внутриутробный период. Если мы говорим о периоде уже функционирования организма, о взрослом организме, то здесь мы не говорим о факторе как ростовой, мы здесь говорим о факторе как восстанавливающей те поврежденные структуры, которые у нас ежедневно происходят. Не применяется. Ну, Елен, вы знаете, у вас такой риторический вопрос, почему широко не применялась лайнек-терапия. Дело в том, что все, кто знал о лайнек-терапии в период пандемии, препарат применяли. И я могу сказать, что начиная от сотрудников и заканчивая теми врачами, которые знакомы с препаратом, они широко применяли препарат. Я могу сказать абсолютно ответственно, что и легкость течения во многих ситуациях была обусловлена лайнек-терапией. Также могу сказать по опыту наших клиник. Так как у нас все-таки клиники многопрофильные, и они продолжали работу в период пандемии, тогда, когда косметологические клиники были закрыты, наши пациенты, которые находились на лайнек-терапии, они не прекращали эту терапию. У нас зафиксировано несколько случаев, которые как раз свидетельствуют о том, что при назначении лайнек-терапии протекание болезней происходило в более легкой форме. Есть и такая показательная история семейной пары, муж с женой, которые именно благодаря лайнек-терапии перенесли практически бессимптомно. Ну и, в общем-то, свидетельство всех наших пациентов, наших клиник как раз и показывает, то есть мы, в добрый час сказать, не потеряли ни одного пациента. Да, в этом плане. Ну а что касается уровня государства, уровня страны, вот сейчас у нас происходят различные коммуникации с государственными структурами, потому что многие на практике увидели результативность препаратов. И вы знаете, еще раз повторю, что пандемия позволила применять препараты off-label, и учитывая, что препарат оценен такими великими врачами-учеными, которые входили и в группу исследователей, в принципе, те опинион-лидеры, которые с нами работают, в общем-то, они широко применяли препарат, и могу сказать, что даже при беседе они отмечали, что действительно протекание болезни было легко. Что касается... Да, да, вы совершенно верно, правильно, спасибо вам, что оцениваете и позитивно относитесь к препарату. Что касается государственной поддержки, ну, скорее всего, это вопрос, наверное, политической истории. Все-таки препарат иностранный, да, вы прекрасно понимаете, что у нас сейчас взят курс на препараты отечественного производства. Я думаю, что это не вопрос действия препарата, а скорее вопрос такой политической политики, да, фармполитики, которая ведется в этом направлении. Что касается введения препарата, мы об этом поговорим. Я покажу несколько схем введения и расскажу о том, как лучше, в каких ситуациях препарат вводить. Сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на гепатопротективный эффект. То есть у нас, в общем-то, есть таких два главных направления в работе препарата. Это гепатопротекция и иммуномодуляция. Да, и естественно, так как первая регистрация происходила как гепатопротектор, безусловно, в этом направлении препарат наиболее изучен. Но почему, иногда спрашивают, почему именно как гепатопротектор, и вот в Японии мы регистрацию первую делали как гепатопротектор. Наверное, повторюсь, вообще печень – это голова всего нашего здоровья. От того, насколько печень здорова, насколько она правильно выполняет функции, насколько правильно клетки уходят в апоптос и заменяются новыми здоровьями, зависит, в общем-то, вся наша биохимия, все наши метаболические процессы и даже процессы вегетативной нервной системы, центральной нервной системы, они тоже завязаны на печёночной истории. Поэтому нормализуя самый главный орган, который обуславливает все эти процессы, тем самым мы создаём предпосылки для нормализации обменных процессов во всём организме. По тем данным, которые мы получили в отношении гепатопротекции, мы вошли в рекомендации НОГРА, это научное общество гастроэнтерологов России, и в рекомендации для терапевтов, также российского общества терапевтов, при лечении неалкогольно-жировой болезни печени. В общем-то, два таких органа, которые регулируют и рекомендуют, как и что лечить и позволяют, как и что лечить, в общем-то, они достаточно высоко оценили эффективность работы препарата ЛНК. Сейчас я покажу несколько исследований, которые проводились и в Японии, и у нас, на предмет применения препарата. В данном случае, вы видите, препарат ЛНК внутримышечно вводился по 2 мл. Это для нормализации процессов ферритинового обмена. Это японское исследование. Наше исследование как раз, которое тоже смотрели на предмет снижения уровня ферритина у больных с неалкогольным гепатитом. И неалкогольным, и вирусным. Ряд наблюдений, которые проводила Ольга Алексеевна Громова по поводу тех нарушений, которые возникают в организме, связанных с отложением железа. Знаете, что есть такой термин – железное сердце. Со временем, под действием различных факторов, повреждающих, у нас паренхематозные, в смысле все органы, не только паренхематозные, имеют такую способность накапливать железо. И вот когда это железо откладывается в тканях, то, естественно, нарушаются определенные свойства тех или иных органов. Ну, если говорить про сердечную мышцу, нарушается проводимость и сократительная способность. Если говорить про печень, то нарушаются дезинтоксикационные свойства и нарушается как раз клеточное восстановление структур. И вот таким вот образом отложенное железо начинает токсически работать в отношении всего организма. Железо может накапливаться в тканях мозга, железо может накапливаться в любых эндокринных органах, как следствие нарушения, естественно, которые касаются уже функции. Так вот, при внутримышечном введении, в данном случае, так как это долгое лечение, оно не может происходить быстро, мы четко видим снижение и накопления железа в ткани, плюс дополнительным бонусом снижение жировой инфильтрации, да, и снижение накопления гемосидорина, предшественника железа, который тоже является токсическим маркером. Кроме этого, у нас в Питере было проведено очень интересное исследование как раз у пациентов со стеатогепатитом. Уровень ферритина, который, вы знаете, у нас есть две ситуации, связанные с ферритином. Это когда он повышен и когда он понижен. Понижен – это анемия. И в свое время, когда мы регистрировали препарат, была набрана такая группа, у которых была железо и B12-дефицитная анемия, которая не поддавалась традиционному лечению, да. И на фоне Лаенека как раз произошло изменение формулы крови, произошла позитивная динамика. И дальше, когда происходит снижение вот этой резистентности к традиционному лечению, в принципе, оно подключается. Кстати, если говорить про анемию, могу сказать, что из практики, если это легкая степень анемия, да, или средне-легкая, скажем так, то в данной ситуации вы можете на Лаенеке и как на монотерапии получить достаточно хорошие результаты. Если это средне-тяжелая, тяжелая степень дефицитарного состояния, то рекомендуем Лаенек подключать с первого дня. Что он сделает? Он снимет резистентность рецепторов к тому традиционному лечению, да, к тем препаратам, которые дополнительно будут вводиться. И дополнительно, так как Лаенек содержит и железо органическое, и содержит и медь, опять-таки, органическую, и содержит витамины группы В, и все-все коферменты, которые принимают участие в обмене железа, то есть он сделает свой фронт работы, тем самым как бы поможет курсовому лечению в быстром восстановлении ситуации. Кроме того, есть достоверный факт, что неалкогольная жировая болезнь печени, когда она возникает, следующий момент после формирования этой патологии, это возникновение системного воспаления, причем это такое подострое полифокальное воспаление, которое может давать не очень большие отклонения в показателях цирреактивного белка, что является маркером воспалительного процесса, но при этом вот эти очаги, они не дадут нормализации состояния пациента. И вот в данном случае, применяя Лаенек, с одной стороны мы решаем проблему неалкогольно-жировой болезни печени, с другой стороны мы получаем противовоспалительный эффект от терапии Лаенека, и снижаем как раз те воспалительные процессы, которые у нас есть полифокально в других органах. Ну и опять обратите внимание фиброз, то есть фиброз, который уходит на фонику приема Лаенек в результате лечения. Кроме того, антиоксидантное действие, которое Лаенек оказывает, опять-таки комплексное действие. Что касается возрастных ограничений, по нашей регистрации в Российской Федерации, у нас препарат применяется с 18 лет, то есть детский возраст до 18 лет является ограничением, но это наше российское законодательство, наша регистрация, в Японии такого противопоказания нету, для чего я говорю в Японии, я понимаю, что вы живете в Российской Федерации, для того, чтобы вы понимали, что препарат не обладает каким-либо токсическим действием. Почему есть такое противопоказание? Потому что мы не входили в специальные исследования на территории Российской Федерации, чтобы снять вот эти педиатрические ограничения. Поэтому у нас в стране противопоказание является беременность, лактация, тоже по той же причине, что мы не проходили исследования в группе этих пациентов, и детский возраст, это возраст до 18 лет. Из остальных противопоказаний это только индивидуальная непереносимость. Ну вот здесь, на этих двух слайдах, вы видите, это данные, которые как раз по лечению эфиритина. Обратите внимание, один прямоугольничек – это одна неделя. То есть лечение, как правило, достаточно длительное для того, чтобы эфиритин нормализовать и застабилизировать. И вот видите, на верхнем случае, где пациент 68 лет, женщина, вы видите, что на низких дозах, 2 мл 2 раза в неделю, понятно, что это внутримышечное ведение, фиритин снизился, да, но он не был стабильный, и он не снизился до минимального уровня, до которого есть цель нормализовать этот фиритин, этот показатель. И поэтому, когда установилась четкая динамика, как бы он в норме, но он должен быть ниже, добавили еще 2 мл, да, и применяли уже 4 мл. И обратите внимание, фактически через 2 недели, это 4 введения, уже фиритин нормализовался, и уже он был самой нижней границей, как только и может быть. По поводу иммуно-регуляторных действий, я должна сказать, что здесь комплексная работа ЛАИНЕК, это и клеточный, это и гуморальный иммунитет. И вот опять-таки в рамках пандемии мы говорим о том, что больше нам привлекательна как раз не так борьба с вирусом, как борьба за хороший, стабильный, качественный иммунитет человека, потому что все-таки многие иммунокомпетентные состояния, они как раз и возникают в той ситуации, когда иммунитет снижается. Ну и заподозрить снижение иммунитета, посмотреть лабораторию, безусловно, у нас все эти возможности есть, но в любом случае есть и проявления, которые будут свидетельствовать о том, что иммунитет снижен, да, и поэтому, естественно, иммунитетом надо заниматься. Не тогда, когда уже все случилось, и тогда, когда мы понимаем, что иммунитет – это наш природный щит, защитник наш, вот всей той патологии, которая возникает. Ну, а так как ЛНХ способен и гуморальный, и клеточный иммунитет регулировать, естественно, он становится привлекательным как иммунокомпетентная такая система. Обратите внимание, что когда мы говорим для поддержки иммунитета, вы видите, что у нас есть несколько специфических схем применения препарата. Я вот как раз по поводу способа введения прокомментирую сразу. Если говорить про какую-то острую реакцию, когда у нас нарастает болезнь, или когда она только возникает, и есть возможность ее оккупировать, здесь имеет смысл быстрой реакции на этого возбудителя. Вы видите, что препарат вводится не в максимальной дозировке 5 ампул, а всего лишь 6 мл, это 3 ампулы. И обратите внимание, здесь имеет значение количество растворителя. То есть растворитель у нас 50 мл, вводим мы 35 минут. То есть обычно 250 мл мы вводим полтора часа. Здесь мы уменьшаем растворителя практически в 4 раза, оставляем 50 мл. И, соответственно, но время у нас достаточно большое, то есть 35 минут. И делаем мы такие капельницы 3 или 5 подряд. То есть мы делаем, как бы создаем такую подушку безопасности для организма, и для того, чтобы Лайонек напрямую мог реализовать свои и антивирусные действия, и иммунокомпетентные действия. И опять-таки, не забывайте про тот стокиновый шторм. Это сейчас про него начали как бы широко говорить, но при любой вирусной интервенции у нас возникает вот эта макрофагальная реакция, связанная с цитокинами, и в том числе провоспалителями. Поэтому в данном случае 3 капельницы подряд они позволят эти процессы остановить или как-то их взять под контроль. Дальше мы переходим на стандартную схему. Если мы идем дальше на внутривенное ведение, то в общем-то это 250 мл, максимальное количество ампул у нас 5, это 10 мл препарата, и капаем полтора часа, медленно капаем, да, номером 10 или до номера 10. В некоторых ситуациях мы после 10 капельниц уходили на поддерживающую 1 раз в неделю. Да, ну, то есть, естественно, понимаете, принцип работы с лейнеком это связь пациента и врача. Да, мы можем сказать пациенту, купи в аптеке и коли себе в ягодицу, но это стрельба по воробьям из пушки. Все-таки, когда работает врач и пациент, врач способен ежедневно, каждый приход, врач способен оценивать динамику. Он может менять способы ведения, он может менять время ведения, концентрацию, то есть в каждой конкретной ситуации он будет принимать решение по той ситуации, которая возникла здесь и сейчас и к ней адаптироваться для того, чтобы схема ведения, доза ведения, она была максимально эффективной. Поэтому в данном случае, ну, несмотря на то, что, да, препарат продается в аптеке, но если пациент хочет эффективную работу, ему нужен врач, который и назначит курс, и отследит динамику тех изменений, которые происходят. Что касается внутривенного, внутримышечного ведения, ну, безусловно, вена, она вообще называется самым драгоценным сосудом, да, и каждый раз, когда мы думаем, водить ли внутривенно или внутримышечно, мы на чашу весов ставим ту важность повреждения вены и то состояние, которое мы компенсируем. Вот если мы говорим про какой-то острый процесс, который быстро нужно купировать, быстро нужно получить системную работу, безусловно, мы пойдем на внутривенное ведение. Если мы говорим о процессах, которые развиваются хронически, решаются не за 2-3 капельницы, а все-таки длительно, если мы говорим о том, что нам нужно иногда поработать с какой-то локальной областью, то здесь все-таки в приоритете будет внутримышечное ведение. Поэтому еще раз говорю, тут тоже работа с врачом, потому что именно врач определит, какой способ ведения будет наиболее эффективным. Но, безусловно, одно. При внутривенном ведении у нас биодоступность препарата 100%, при внутримышечном ведении системная биодоступность препарата 98%. То есть 2% – это не принципиальная разница, но вы прекрасно понимаете, что там у нас вена, а здесь у нас внутримышечная. И вы понимаете, что вена не всегда есть в хорошем доступе, и не всегда есть возможность отлежать полтора часа, и не всегда хочется в эту вену входить. Поэтому тоже здесь это нужно ставить, и нужно коррелировать, что мы хотим сделать, что мы хотим получить. Хочу вам напомнить, что Лаеннек работает и напрямую, как противовирусный препарат. Это тоже нужно учитывать. 13 пептидов, которые определены в Лаеннеке, влияют конкретно на таргетные белки, которые вовлекаются в процессы жизнедеятельности вируса у нас в организме. То есть он должен взаимодействовать с рецептором, он должен внедриться в клетку, там должно произойти его размножение, должна собраться цепочка вируса. Дальше, ну то есть много-много этапов, на которых мы можем этот вирус поймать. И вот в данном случае есть, например, противовирусное действие препарата, которое связано с формированием иммунитета, но есть и прямое противовирусное действие, которое направлено непосредственно на вирус. Сразу скажу, что по коронавирусу у нас не было таких наблюдений, потому что это все-таки не распространенный в популяции вирус, его носительство. Но вот что касается герпеса, 98% всей популяции являются носителями этого вируса. У нас как раз и есть вот эти данные по поводу пептидной активности препарата. Ну и как резюме мы получаем при применении препарата сразу несколько эффектов, тем самым мы уходим от своеобразной такой полипрогнозии, когда нам нужно назначить на каждый симптом свой препарат. То есть за счет одного препарата мы решаем сразу несколько проблем. В общем-то вот эта многоэффективность или широкий спектр действия препарата, он лежит в основе принципа, почему страховая медицина Японии и компенсирует лечение препаратом ЛАИНЕК. Потому что, смотрите, какая ситуация. ЛАИНЕК назначается, назначается по нозеологии конкретной. Ну вот у нас там, допустим, несколько нозеологий. Это печеночный, атопический дерматит, да, герпес, вирусная инфекция. В Японии это 80 диагнозов, которые рекомендуется использовать в лечении ЛАИНЕК. И вот препарат назначили. Уже есть патология, которая обуславливает назначение препарата. Но наряду с лечением этой патологии препарат будет еще и обладать дополнительным и регенераторным, и противовоспалительным, и антиоксидантным действием. То есть, естественно, все эти эффекты будут направлены в отношение оздоровления всего организма. Поэтому, понимая факт многонаправленности действия препарата, естественно, здравоохранение Японии и вот таким образом и стимулируют применение препарата в лечении тех или иных заболеваний. И компенсируют это материально за счет страховых таких вот выплат, которые возникают. Как лучше вводить? Какие способы введения? Зарегистрировано два способа введения. Это внутримышечное и внутривенно. Разновидностью внутримышечного введения может быть введение по фармакопунктурным точкам. Ну, это если вы рефлексотерапевт или если у вас есть понимание определенное. Если не рефлексотерапия, то прекрасный способ опять-таки особого введения, то, что пациент не может сделать сам, это введение по триггерным точкам. Напоминаю вам, что триггерная точка это точка болезненности в скелетном мускулатуре, которая возникает в ответ на патологию внутренних органов. И она всегда болезненна, она всегда чувствительна. Введение препарата необходимо проводить непосредственно в точку. Иглу мы чаще всего рекомендуем брать 30 на 13, но я знаю, что многие работают обычной иглой из двухграммового шприца. То есть длинная, обычная, хорошая игла. Здесь у нас есть двоякое такое действие. Мы получаем эффект и за счет иглы, введение иглы непосредственно в патологический очаг и разрушение этого очага. И уже непосредственно биохимическая работа препарата, которая даст опосредованное регуляторное свое действие. Почему мы говорим о том, что сейчас стоит в прайс своих клиник вести реабилитацию с препаратом ЛНК? На это есть несколько факторов. Дело в том, что при бессимптомном или малосимптомном течении вирусной инфекции у нас развиваются предпосылки фиброза. Как я уже вам говорила, на первое место выдвигается фиброз легочной ткани, который потом с человеком остается надолго. И на сегодняшний день нет такого препарата, который бы этот фиброз убирал. Ну, естественно, возможно, он появится. Но вот сегодня, здесь и сейчас, дефиброзирующего препарата для легочной ткани нет. Лаенек, он уже показал свою эффективность в работе с фиброзом. Это касалось и фиброза печени, это касалось фиброза сердца и матки, это касалось тех рубцов, которые мы изучали, рубцовой ткани, которые мы изучали кожи. Поэтому в данном случае, и опять-таки, вот группа наблюдений, которую я показывала в геронтологическом институте, тоже показала изменение, позитивную динамику в отношении фиброза легочной ткани. Поэтому в данном случае, для того, чтобы фиброз, ну, хоть как-то ушел и стало лучше, кстати, по фиброзу у нас еще же и гинекологи показывают очень хорошие результаты в лечении спаечной болезни, да, при применении лаенека. Поэтому в данном случае мы можем рассматривать лаенек-терапию как раз, как такая ситуация, которая позволит этот фиброз или удалить, или, по крайней мере, улучшить эту картинку. Следующий момент, где лаенек будет незаменим и эффективен, это послевирусная астения. Мы с вами знаем такой синдром хронической усталости, да, по которому вы тоже знаете, что и лаенек показал свою эффективность, и несколько раз в Сеченовке мы проводили исследования в отношении синдрома хронической усталости. Так вот, при вирусной патологии вот этот синдром астения, он остается у большей половины, там около 75% всех пациентов, перенесших вирусную патологию, они дают как раз остаточную вот эту послевирусную астению. Причем и более легкая степень, и более тяжелая степень, в тяжелой степени там эта цифра доходит практически до 90%, в легкой степени, я уже сказала, это около 75%. Ну и там, и там, человек, выходя из болезни, он ощущает общую слабость, утомляемость, раздражительность, смену настроения, депрессию, тревогу, да, и при этом это же все списывается, ну что он ослаб, а на самом деле это вот та вся вегетатика, которая также находится под ударом. И в данном случае препарат лаенек, так как у него есть прямое действие в отношении качества жизни, в отношении депрессии, тревоги, ну и как раз тоже является таким незаменимым препаратом. Ну и кроме этого, не забывайте, как я уже сказала, вирусная интервенция, она создает условия для обострения хронических заболеваний, да, потому что, ну вот случилась пандемия, но хронический, например, там, танзелит никуда не ушел, хронические заболевания печени никуда не ушли, гипертония, сахарный диабет, инсулинорезистентность, гастриты, там, аднекситы и все остальное, они же никуда не ушли. И вирусы создают условия, что эти хронические заболевания и стадии ремиссии переходят в обострение. Назначать кучу препаратов для того, чтобы и остынию восстановить, и что-то поддержать как-то организм, а еще и лечить хронические заболевания, вы опять-таки понимаете, что это такая значительная полипрогмазия, которую мы будем нагружать пациента. Отсюда у нас хитрогенные заболевания, да, которые мы потом дальше начинаем лечить, то есть лечить от лечения и так далее, и так далее. Опять-таки, резистентность к традиционному лечению, которое мы потом получаем, все это делает привлекательным лайнек-терапию с точки зрения еще и вот такого препарата, который будет обладать широким спектром действия по восстановлению нормальной функции других органов и систем, а не только в отношении противовирусной инфекции. Опять-таки, не забываем, что среди групп поврежденных пандемии есть возрастные пациенты, это 65+, и иногда вообще тяжело с ними работать какими-то стандартными схемами. Поэтому в данном случае лайнек-терапия как раз и является привлекательной с точки зрения восстановления после болезни и, естественно, как профилактика в ожидании той новой волны, которая у нас, ну, по прогнозам, это сентябрь-октябрь, когда это случится. Что еще делает привлекательным введение лайнек-терапию во многопрофильные клиники и в клинике санаторно-курортного лечения? Тот факт, что лайнек вы можете совмещать с любыми вашими процедурами. Более того, лайнек повышает эффективность действия тех факторов, которые применяются вместе с ним. Почему? Я уже говорила про то, что у лайнека есть свойство убирать резистентность к традиционному лечению, к каким-то традиционным факторам, то есть повышать чувствительность и возвращать чувствительность клеткам к тем или иным активаторам. И вот в данном случае сочетание лайнек-терапии с другими физиотерапевтическими воздействиями просто повысит эффективность того курса, который назначается. А так как препарат лекарственный и он зарегистрирован, здесь есть такой момент, как его назначить в том же санатории или в той же клинике. Идеально, когда у вас есть гастроэнтеролог, который по своей нозологии, как гепатопротектор, назначает препарат, выставляет диагноз, назначает препарат и, соответственно, проводится комплексное курсовое лечение. Наша компания рекомендует по любому поводу, лечите ли вы синдром хронического усталости, хотите ли вы повысить регенерационный потенциал организма, хотите ли вы антиэйдж, хотите ли вы восстановительную медицину какую-то проектировать, в любом случае, желательно, лучше, чтобы первый диагноз поставил гепатолог или гастроэнтеролог. И тогда абсолютно четко, находясь в юридическом поле, вы назначаете препарат, ну, он назначает, да, он ставит диагноз, поэтому диагноз назначает лечение препаратом Лейнек, и, в общем-то, никаких вопросов нет. Поэтому вот даже тогда, когда мы делали группы, шесть таких экспериментальных групп, да, я уже говорила, и по железодефицитной анемии, и по осложнениям со стороны крови при противовирусном лечении, да, или, опять-таки, тот же ферритин, там везде первым диагнозом, системное воспаление, там везде первым диагнозом стояла какая-то хроническая патология со стороны печени. То есть тогда вы снимаете юридические вопросы, ну, абсолютно полностью. Второй момент. Препарат зарегистрирован как гепатопротектор иммуномодулятор. Если вы хотите назначить препарат с точки зрения иммуномодулирующего действия, мы рекомендуем в карточке при постановке диагноза описать иммунное нарушение. Это может делать даже врач-косметолог, то есть без иммунолога. То есть описывается ситуация сниженного иммунного статуса, и назначается иммуномодулятор с целью нормализации этого статуса. То есть это второй путь. Ну и третий путь – это те диагнозы, которые в регистрационном удостоверении. Это герпес, причем, обращая ваше внимание, диагноз герпес – это и дерматолог, это и гинеколог, это и уролог, да, и терапевт, и герпес, в общем-то, это 98% популяции. И диагноз этот вы можете поставить по анамнезу, то есть периодичность, высыпание, характер высыпания, кто провоцирует, да, и как проходит. И это может быть как состояние острого воспалительного процесса, так и состояние ремиссии. И тогда препарат назначается с целью профилактики обострения герпес-вирусной инфекции. То есть это следующий момент. Ну и диагноз – атопический дерматит, это тоже аллергологи, иммунологи и дерматологи. И диагноз – это гепатит, различные теологии, но это тоже уже гастроэнтерологи и гепатологи. То есть пути назначения препарата есть, как в санаторно-курортном лечении, так и в многопрофильных клиниках. Вы просто выберите то, что вам будет наиболее эффективен и то, что для вашего заведения преемственно, применимо, потому что, в общем-то, возможности есть. Я попрошу сейчас, чтобы вы увидели наши телефоны нашего офиса и отдела продаж. Наверняка с вами после вебинара свяжутся наши менеджеры для того, чтобы предложить вам определенные и промо-материалы, и определенную коммерческую политику, которую вы можете реализовать в течение двух дней после этого вебинара. Настенька, пожалуйста, выложите нам в чат телефоны отдела продаж для того, чтобы могли обратиться с вопросами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, смотрите, у нас есть горячая линия, по которой вы тоже можете задавать свои врачебные вопросы, которые касаются применения препарата. Возможно, вам нужна будет какая-то консультация наших опинион-лидеров, с кем мы можем вас связать и с кем вы можете проконсультироваться. Возможно, вы захотите, чтобы вам выслали какую-то целевую информацию, поэтому в любом случае вы менеджеру все это озвучиваете, и дальше вы получаете ту информацию, которая вам необходима. Приобрести препарат вы можете в аптеках вашего города. Если вы специалист, конечно, мы рекомендуем работать с нашей компанией напрямую, с отделом дистрибьюции. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть определенные выгодные предложения для закупки препарата на лечебное учреждение. Во-вторых, у вас есть возможность, опять-таки, договориться, выяснить какие-то вопросы, выяснить и получить какие-то промо-материалы и так далее. То есть в любом случае, если вы представляете медицинское учреждение, в ваших интересах поставить препарат в услугу вашего медицинского учреждения. Кроме того, каждому конкретному врачу мы предлагаем поучаствовать в заполнении клинического регистра. Об этом вы тоже можете спросить у менеджеров с отдела продаж, телефоны, которые вам предоставлены, или зайти на сайт. И на сайте просто пройти по всем ссылкам и попасть на клинический регистр по терапии ЛНН. Для чего это надо? Ну, во-первых, понятно, что это и ваша практика, это более эффективное взаимодействие компании и специалиста. И понятно, что есть определенные поощрительные программы, которые включаются в данный процесс. Ну, и вы всегда можете какие-то вопросы выяснить и поделиться своим опытом и для других врачей. Вот Елена спрашивала, почему так не распространено. А потому что и врачи тоже, они иногда не хотят делиться этой информацией. И очень часто бывает, когда в одном и том же лечебном учреждении один врач работает, получает прекрасные результаты, а второй, который рядом с ним в кабинете, или даже в его же смене, в другой смене в его кабинете, он к этому препарату не особо про него знает, да, и, в общем-то, и не понимает, почему у того такие хорошие результаты в лечении той или иной патологии. Потому что врачи иногда тоже умалчивают свои какие-то фишки, да, и какие-то изюминки. Кроме этого, вы можете присоединиться в закрытую группу Инстаграм и Фейсбук, группа Лайонек, где также есть возможность задавать вопросы. В данном случае у нас Валерий Алексеевич Максимов, это заслуженный врач Российской Федерации. Он как раз гипотолог, гастроэнтеролог. Он как раз очень хорошо консультирует и дает такие правильные рекомендации, когда у вас есть какие-то сомнения. Ну и если есть такая необходимость повысить сертификацию вашу, да, и обновить сертификат специалиста, мы сотрудничаем с Международным институтом сертифицированного образования. Вы можете обратиться туда для обновления сертификата. Там есть курс по плацентарной терапии, по плацентарному препарату в практике врача и пройти 36 академических часов и получить сертификат, в том числе для обновления своего статуса, то есть повысить свою квалификацию, набрать определенные баллы НМО. Вы знаете, что сейчас это является уже обязательной такой программой для врачей. То есть поэтому здесь тоже у вас есть такая возможность, так как это наши партнеры, в общем-то они предоставляют определенные интересные условия для прохождения сертификата.